Конкурсная жюри фестиваля «Голос ремесела» ценила работы в категориях «Роспись по дереву и бересте» и «Художественная обработка дерева». Мастера со всей страны привезли на конкурс самые разные работы. Посуда, предметы интерьера, панно, игрушки, мебель, украшения и предметы быта. Вот это, например, напирушка или зобня. Как она могла в крестьянском хозяйстве служить? Можно было из нее сеять зерно здесь и берешь горсточку, раз ударил, зерно рассыпалось. Экспертная жюри в обеих номинациях оценивает приверженность традициям, технику исполнения, особенности работы с материалом, художественную ценность. Конечно, искусство народное – это тоже, казалось бы, массовая культура, но это веками, тысячелетиями отобранная культура, и поэтому практически ничего лишнего и в полной гармонии все это находится. Мастерам только следует учиться и поддерживать. На конкурсе традиционные изделия не только для нашей российской культуры, но есть примеры и экзотических работ. Вот это, например, африканский народный инструмент. Каждое изделие под номером. Имя автора жюри не знает. Таковы правила конкурса. Поэтому обсуждается каждая работа, чтобы сделать лучший выбор. Это фактически деревянная скульптура. Здесь соединение росписи и дерева. Это всегда спорные такие, что первично. Прочесни, смотрите, ты ставлю плотника, кончары, мастерами, лют. В конкурсной программе большой призовой фонд. Победители выберут в семи номинациях среди гончаров, кузнецов, резчиков и других ремесленников. Но мастера приезжают сюда в первую очередь за общением. Сегодня я приехала сюда, в центр Вологды, чтобы посмотреть на северных мастеров, которые занимаются мезинской росписью, северодвинской. Очень интересно. Пермогорская. Поэтому всю жизнь нужно учиться и перенимать традиции. Перенимать традиции и учиться народным промыслам на фестивале могут все желающие. Здесь, например, расписывают главный символ события – льва. Пока мы рисуем гриву. Но такими движениями можно рисовать и ягоды, и цветы, и все, что угодно. Третий международный фестиваль «Голос ремесел», который собрал около 4,5 тысяч мастеров у подмастерий из разных регионов страны и из зарубежья, продлится в Вологде до 26 июня. Алена Закатаева, Денис Терин, Вологда Портал.